Спикер парламента Игорь Гроссу объяснил, почему подписанная депутатами партии «Действие и солидарность поправка» к проекту налогово-бюджетной политики, касающейся значительного повышения заработной платы судей Конституционного суда, была принята на голосование, не получив одобрения правительства. «Мы начали с обсуждения зарплаты судей КС, которые довольно скромные, но при этом то, что они делают, очень важно. Связь с правительством отсутствовала, у нас было ощущение, что оно дало положительное заключение. Все торопились, потому что мы должны были подготовить весь пакет законов до 6 декабря, и, следовательно, когда вы торопитесь, такие вещи случаются», – отметил Гроссу. При этом спикер парламента подчеркнул, что они снова вернутся к вопросу о повышении зарплаты судей КС. «Мы не будем никуда торопиться, пересмотрим закон в том виде, в каком он есть, а затем вернёмся к этой процедуре после обсуждения с правительством, чтобы увидеть, насколько мы можем получить для сотрудников Конституционного суда», – сказал спикер парламента. Напомним, президент Майя Сандо не промульгировала закон о бюджетной налоговой политике, предусматривающей повышение окладов членов КС до 82 тысяч леев на том основании, что отсутствует заключение правительства относительно поправок.